Эмиль, в Руппольдинге вы присутствуете в необычной для себя роли эксперта. Какие впечатления на вас производит организация биатлона в Руппольдинге и погодные условия? Что ждете от этих соревнований? Впечатления самые лучшие. Здесь отличная погода, трасса также в хорошем состоянии. Поэтому я жду очень интересные этапы соревнований на самом высоком уровне. Обе норвежские команды в этом сезоне хороши. Вы ожидали столь успешных выступлений от соотечественников? Я думаю, это очень хорошие результаты для всей норвежской команды. Все спортсмены, тренеры и специалисты успешно работают уже много лет. И это дает свои плоды. Я очень впечатлен такими результатами. Они действительно удивили меня, но это приятный сюрприз. Главными сюрпризами стали результаты Ингрид Тандроволь и Йоханнеса Дали. Можете рассказать об их пути к этому успеху. Я думаю, что Ингри молодая спортсменка, очень целеустремленная, преданная делу и старательная. Она все время ищет путь, как стать лучше. Поэтому меня не удивил ее прогресс. Но удивило, насколько высоко она забралась и какой стабильности добилась. Это результат ее многолетней хорошей работы. В мужской сборной, конечно, очень хорош Йоханнес Тинесбе, но за его спиной растут новые молодые ребята. Вся команда стала более стабильна на огневом рубеже, что очень важно. Мне кажется, сборная движется в верном направлении. Я впечатлен ее работой в этом сезоне и тем продвижением, которого она достигла. Всегда непросто прогрессировать, когда ты уже стал хорошим спортсменом. Но норвежцам это удается. Норвежки давно не выигрывали Кубок Мира. Как вы оцените шансы сделать это у Тири Лекхов и Марты Усбу? Я думаю, у них определенно есть небольшие шансы. Конечно, Доротея Вирор чуть более стабильна, но Тири Лекхов и Марты быстрее на лыжах. Если они добьются более стабильной стрельбы, то обязательно дадут Доротея достойное сражение за Кубок Мира. Как вы думаете, Юханес будет пропускать все январские этапы или вернется в Поклюке? Боюсь, что он пропустит январь целиком, потому что малыш только родился и он хочет провести больше времени со своим первым ребенком. Но я надеюсь, что он будет готов к чемпионату мира. До Антхольца осталось не так много времени. Надеюсь, у него будет возможность качественно потренироваться перед чемпионатом мира, чтобы достойно вернуться в Антхольца. Однажды Ули Эйнар Бьерн Даллен выиграл Кубок Мира после трех пропущенных этапов. Юханес сможет повторить этот успех? У него есть шанс, но это сложно. К примеру, Фуркат очень хорошо начал январь в этом году, поэтому обойти его будет непросто. Посмотрим, как дальше пойдут дела, но на данный момент такая задача выглядит трудновыполнимой. Как вам результаты российской сборной в этом сезоне? Удивлены, что два этапа подряд наша команда остается вне подиума, и что ждете от нее на чемпионате мира? Конечно, я немного разочарован выступлением российской сборной. Но это молодая команда, которой нужно время. Безусловно, им не хватает Антона Шипулина. Конечно, хорошие российские биатлонисты нужны в Кубке Мира, потому что это очень важно для развития спорта. Я надеюсь, что ваши молодые атлеты, которые сейчас делают первые шаги на мировой арене, станут очень сильными в будущем. Сложно от них ожидать больших успехов прямо сейчас, но я надеюсь, что у вас проявят себя молодые таланты, которые будут в скором времени атаковать вершины мирового биатлона. В заключение спрошу о развитии допингового скандала в российском спорте. Если КАС оставит в силе решение ВАДа отстранить российских спортсменов на 4 года от крупных международных стартов, должна ли российская команда быть представлена в Кубке Мира? И каким образом будет осуществляться допуск с соревнованием чистых россиян? О, это очень сложный случай. Я считаю, что спортсмены, которые не соревновались в Сочи, должны получить возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я надеюсь, что не всех россиян отлучат от главных стартов, потому что не все были задействованы в этом скандале. Должно быть принято обоснованное и твердое решение, которое базируется на фактах. Если это будет так, то это будет честно по отношению ко всем спортсменам, и тогда я надеюсь увидеть в лице россиян достойных соперников на следующих чемпионатах мира и Олимпийских играх. Продолжение следует...